10 часов 19 минут и вот сейчас есть шанс приобщиться к искусству и вот помимо всей чуши, о которой мы говорим, действительно приблизиться к чему-то стоящему, к каким-то таким формам, материям, где обсуждаются настоящие вещи. Сейчас нас услышал наш шеф, что мы здесь дурью маемся. Ни в коем случае мы... Да, конечно, зарплату получим. Молодец, Татьяна. Мы работаем на контрастах и в данный момент у нас в гостях находится художественный руководитель Московского театра, Школы Саверина Песы и Осип Райхелькаус. Доброго вам утра, спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Судя по тому, что театр московский, все-таки одесские корни каким-то образом пробиваются. Да, безусловно. Во-первых, я сам родился в Одессе, во-вторых, как только я объявляю очевидные гастроли в Одессу, выясняется, что практически у всех артистов в Одессе есть родственники. В крайнем случае, там, в третьем поколении, в четвертом, но просто обязательно. Я уже не говорю там о Саше Гордоне, у которого папа из Одессы, который сам убежден, что он из Одессы, или такая у нас есть Кари Дикторенко, замечательная артистка, у которой там родная тетя Рая. Расскажите о том, как любят Одессу. Ну, в Москве, в частности, когда вы ездите. Ну, как это происходит? Ну, мне кажется, что еще не только театральные деятели ищут родственников, но также и Одесситы сразу же думают, о, наши родственники едут, обязательно надо попасть на спектакль. Да. Нет, на самом деле, мы не обделены гастролями, мы очень много гастролируем, гастролируем по всему миру, но гастроли...